Здравствуйте! В эфире телевизионный канал Local TV и программа новости недели на русском языке. С вами Виктория Константиновна и Сократ Грамматикополюс. В наших выпусках мы будем знакомить вас с самыми заметными событиями, которые происходят в Греции в течение недели. Освещать политическую, экономическую и социальную жизнь страны, где мы проживаем. Делиться новостями культурной и светской сферы. В нашей передаче мы будем затрагивать наиболее важные события России и других стран бывшего Советского Союза. Итак, добро пожаловать! Главная тема. Начнем с национального праздника 25 марта, Дня Независимости, который отмечался в этот четверг. В 1821 году именно в этот день началось восстание, главной целью которого было обретение греками независимости и государственности. Борьба с турецкой оккупацией длилась почти 100 лет с переменным успехом. 25 марта – день, когда в монастыре Святая Лавра близко Лавриты митрополитом Германосом был поднят флаг восстания и провозглашено его начало. Этот день является наравне с 28 октября одним из двух главных государственных праздников Греции и отмечается по всей стране. Но главный парад проходит в Афинах. Дора Камрена. Против проголосовали 86 человек. Это крупнейшая оппозиционная партия «Новая демократия» и НПС «ЛАОС». Коммунистическая партия Греции, пятая парламентская фракция, предпочла не голосовать за закон. Трое ее представителей воздержались, остальные вообще проигнорировали принятие столь важного документа. На основании нового закона на гражданство могут рассчитывать, во-первых, дети иностранцев, которые родились и продолжают жить в Греции, чьи родители законно проживают в этой стране по меньшей мере 5 лет подряд. Для этого родителям нужно предоставить совместную декларацию и подать заявку на регистрацию детей в регистр населения, дематологию. Эти документы подаются по месту жительства в течение 3 лет с момента рождения ребенка. Во-вторых, на гражданство могут претендовать дети иностранцев, которые успешно отучились по крайней мере 6 лет в греческой школе Греции и живут в стране постоянно и на законных основаниях. Процедура получения греческого гражданства займет 3 года с момента регистрации в регистре населения по месту жительства. Стоимость подачи заявления в обоих случаях 100 евро. Кроме того, автоматически при рождении получает греческое гражданство иностранец, один из родителей которого родился и живет в Греции на постоянной основе. Сократ, ну а как будут получать гражданство совершеннолетние иностранцы, проживающие на территории Греции? При натурализации, при приобретении гражданства на основе добровольного желания соискателя гражданства, претендент на момент подачи заявления в любом случае должен быть совершеннолетним и постоянно проживать в Греции 7 лет подряд, не должен иметь судимости и не находиться под следствием по вопросу о депортации. Но также существует ряд и других обязательных условий для претендентов на получение гражданства через натурализацию. Кандидат на обладание греческой тавтотитой должен отлично знать греческий язык, иметь определенный уровень экономического благополучия, а также быть адаптированным к местной греческой, политической, культурной, исторической и гражданской реальности. Так что, претенденты на гражданство, смотрите чаще нашу передачу и черпайте информацию. Немаловажным преимуществом нового закона является приобретение иммигрантами права голоса на выборах глав областных и городских администраций. Теперь иностранцы, проживающие в Греции на законных основаниях как минимум 5 лет, а также греки-диаспоры, обладающие соответствующим документом удостоверением соотечественника, могут подать заявление по месту жительства для внесения в каталог избирателей. Кстати, иммигранты могут попробовать свои силы в качестве членов городского или областного совета. Для этого нужно стать участником команды одного из претендентов на пост Номарха или Димарха. То есть включиться в его поддержку, активно участвовать в избирательной кампании и агитации. Уже к ближайшим выборам, которые пройдут осенью этого года, можно ожидать, что кандидаты в Номархе и Димархе станут искать подходящих для этой роли иммигрантов и, вероятно, будут заинтересованы в выходе на русскоязычные средства массовой информации. Ждем, когда они заглянут и на нашу передачу. А как ты лично, Сократ, относишься к тому, что будет предоставлено право голоса иммигрантам на выборах? Да, правильно. Кто должен призвать мэра к ответу, если не его избиратели? То есть жители этого квартала. А раз это иностранцы, то надо предоставить им право голоса, чтобы они могли отозвать нерадивого хозяйственника. С этим нельзя не согласиться. Теперь о понтийской теме. На прошлой неделе торжествовали греки, выходцы из понта. Парламент Швеции признал преступления турецкого режима по отношению к понтийцам и армянам, совершенные в начале прошлого века, геноцидом. Справедливость, которой добиваются объединения понтийцев, наконец восторжествовала. Не сказать, чтобы греческое информационное пространство совсем пропустило эту новость, но она шла среди второстепенных, а представители государства вообще предпочли обойти ее молчанием. Из-за политических подводных течений тема понтийского геноцида, да и вообще истории понта, загнаны в гетто местечковых фольклорных организаций. А главному понтийцу правительства, Михалису Хрисахаидису, отвечающему за безопасность граждан, следовало бы выступить со специальным заявлением. Ну, похоже, что о своих понтийских корнях господин Хрисахаидис вспоминает только в предвыборный период. Многие политики забывают о своих обещаниях сразу после выборов. А тебе, Сократ, как понтийцу, что дает это призвание? Ведь погибло около 300 тысяч человек, поистине целый город. Как ты сама сказала, Виктория восторжествовала справедливость. Пожалуй, это главное для нас сейчас, ведь речь не идет о возвращении отобранной недвижимости или об обратном переселении на понт. Нам важна моральная сторона дела. Жаль, что правительство самой Греции не исповедует в качестве государственной политики стремление к международному признанию тех преступлений геноцидом. Не способствует торжеству справедливости. Вот так, откуда стоит.